здравствуйте друзья я снова приветствую вас на нашем очередном семинаре и в этот раз мы снова поговорим про защитную технологию которая предназначена в некотором роде для защиты наших данных которые мы так любим хранить в базе маскировка данных используется прямо скажем далеко не всегда есть технологии которые используются для защиты данных гораздо чаще и вы наверняка с ними сталкивались ну например шифрование разграничение доступа и там все такое прочее а вот маскировка данных эта штука такая часто и используется в специфических случаях однако уже больше года эта технология работает в сиквел сервере сначала она появилась в облачной версии в 2016 версии будет уже и в приземленном варианте тоже работать вот на примере сиквел сервера мы и обсудим что это за маскировка данных такая и зачем она нужна у микрофона как обычно федор самородов я работаю преподавателем в учебном центре специалист и моя специализация это база данных и в основном все что вокруг этих самых данных крузится в общем как сейчас говорят дата инжиниринг кстати это не первый раз когда мы с вами обсуждаем защитные технологии на нашем канале смотрите начало истории про всякие вот такие штуки ролл его security по срочное ограничение доступа тоже еще одна интересная штука которая давно уже в облачной версии сиквел сервера работает а в приземленной версии появится только летом 2016 версии обе эти технологии имеют одну общую черту и защита и посрочное ограничение доступа и маскировка данных идеологически применяются к строкам это на самом деле очень интересно потому что традиционно в базах данных мы защищаем какие-то структурные элементы мы раздаем разрешение на таблицы на базы на колонки и шифруем например мы тоже структурные элементы от колонки шифруем или всю базу данных обычно мы не накладываем каких-то защитных механизмов на сами строки но чем сложнее становятся наши базы тем чаще это хочется сделать потому что строки в базах данных представляют собственно саму информацию сами данные которые мы там храним и часто бывает так что эти данные имеют внутри себя до в довольно сложную структуру и в зависимости вот от этого внутреннего содержания хочется либо показывать строку пользователю либо не показывать либо как-то еще по-особому ее обрабатывать классический вариант например у нас есть таблица с продажами и мы хотим чтобы наши продавцы могли видеть только свою историю продаж а историю продаж других продавцов чтобы не могли видеть но хотелось бы конечно чтобы вот эти вот защитные технологии работали попроще как-то попрозрачнее и обычно мы построчные механизмы защита данных реализуем в виде каких-то программных модулей то есть либо само приложение анализирует строки и принимает решение с какими строками как поступить либо мы эту логику переносим в базу в виде какого-то программного модуля пишем сами представления функции процедуры и какие-нибудь может еще программные объекты которые опосредует доступ пользователя к нашим данным и внутри себя тоже как-то программным образом решают показывать или не показывать вот эти данные пользователю но конечно хотелось бы чтобы поменьше нам приходилось писать всякого кода хотелось бы побольше вещей делать декларативно это первое соображение которое подталкивает нас к использованию этих вот новых технологий которые появляются в новых версиях во вторых обратите внимание что в наше время современные субэдэ они уже достигли достаточного уровня в плане хранения данных в плане обработки то есть грубо говоря в подавляющем большинстве проектов все что нужно уже изобретено уже есть и причем в том числе в бесплатных субэдэ довольно простых то есть даже за это и денег платить не надо но все равно выходят новые версии сиквел севера оракла и других платных субэдэ серьезных промышленного уровня и люди продолжают платить за них деньги то есть что-то там новое такое в них появляется раньше производители субэдэ между собой конкурировали в основном по части механизмов обработки данных хранения а сейчас уже достигли достаточных высот в этом плане и не то чтобы нечего изобретать уже а просто потребности большинства разработчиков большинства пользователей уже удовлетворены и конкуренция перемещается постепенно в область сервиса всякие дата сервисы стараются в новых версиях предложить нам разработчики субэдэ и в том числе например вот маскировка данных к маскировке данных лучше относиться как раз как к такому сервису не как именно к защитной технологии а к сервису дальше мы узнаем почему итак давайте обсудим постановку задачи маскировка данных предполагает что пользователь обращаясь к таблице видит все ее строки в том смысле что он видит столько же строк сколько есть таблицы но внутри вот этих строк он данные видит немножко спрятаны это нужно в двух классических случаях ну это можно много где применить конечно при желании но классических случаях о которых сразу же вспоминают про маскировку данных и в этой связи интересуются а если поддержка встроенная в субэдэ этой самой маскировки данных или если нет придется писать самостоятельно придется писать какие-нибудь там в юшке процедуры функции так далее так вот два классических случаях когда используется маскировка данных следующие во первых это поддержка пользователей всяких helpdesk и колл-центры вот звоните вы в банк у вас проблема там какая-то с кредитной картой вас просят назвать последние цифры кредитки чтобы подтвердить что вы этой карты владеете или назвать скажем из секретного слова вторую пятую третью буквы почему так почему человек на другом конце провода не спросит вас про весь номер кредитки например также было бы надежнее или почему некоторые банки требуют от вас назвать не все кодовое слово целиком а конкретного вторую третью букву а дело в том что сотрудник поддержки он сам скорее всего номер вашей кредитки не видит он тоже видит последние несколько цифр сотрудники поддержки это такая большая группа людей в которой еще ротация кадров как следует присутствует как правило поэтому не хотелось бы этим людям раскрывать всякие чувствительные данные вторая классическая ситуация когда маскировка данных встроенные уже в базу может вам сэкономить кучу времени денег это работа с персональными данными во многих странах и у нас на руси в том числе законодательно запрещено показывать запрещено хранить и главное показывать сотрудникам чрезмерно чрезмерный объем персональных данных в законе это прописано все очень строго там указано в каких объемах вы можете показывать вашим сотрудникам данные ваших клиентов но по сути это сводится к тому что вы не можете полностью показать им все данные а можете из клиентской базы только частично вашим сотрудникам показывать информацию а если им нужна вся информация но непременно для работы нужно то тогда они должны допустим там подписать какое-нибудь соглашение особенно или там еще чего-то или какой-нибудь там налог заплатить надо в общем чисто по законодательным причинам бывает нужно данные маскировать и в том и в другом случае конечно здорово будет если механизм уже встроен в субд ну потому что это сэкономит нам время разработки и наверное раз этот механизм встроен субд он будет работать эффективно что нам от этого механизма хотелось бы получить ну во первых конечно хотелось бы иметь возможность указывать какие данные следуют маскировать какие не следует и наверное хотелось бы иметь возможность указывать насколько сильно нужно эти данные маскировать что прям надо номер кредитки скрывать полностью забивать его ноликами или все-таки последние несколько цифру показать если показать то сколько а какие колонки может быть вообще не представляют какого то секрета а какие-то колонки может быть надо скрывать как-то незаметно так чтобы пользователь даже не понял что данные замаскированы и что он видит их не все ну и конечно же должно быть какое-то управление пользователями которым точнее пользователями а привилегий привилегии просмотра чистых не замаскированных данных каким-то пользователям можно показывать каким-то нет сразу хочу поделиться не очень хорошей новостью microsoft только сейчас озаботился маскировкой данных и первая версия она конечно сравнение с конкурентами не выдерживает то есть достаточно просто все выглядит самый самый необходимый минимум microsoft реализовал это плохо но с другой стороны для тех задач которые я обозначил вот для этих двух классических ситуаций этого достаточно и можно ничего больше не выдумывать ну а если вы хотите в вашем решении что-то более продвинутая по части маскировки предложить заказчику то вы всегда можете не полагаться на стандартный механизм а использовать процедурки функции юшки ну как мы и всегда делаем да еще одна положительная страна вот такой простой маскировки данных которые придумал microsoft заключается в том что ей этой маскировкой очень легко пользоваться это здорово и еще неплохо то что благодаря своей простоте действительно воспринимается вот эта технология маскировки именно как служба когда-то сервис они как какая-то там сложная технология которую надо как-то осваивать особенно тяжело исторически у microsoft появилась маскировка сначала в облачной платформе и там она выглядит попроще в плане интерфейса и вообще понимание происходящего поэтому давайте сначала в рамках нашего обзора я покажу как это выглядит в облаке а потом мы посмотрим на приземленную версию 2016 секул севера и там тоже самое попробуем сделать вот моя моя облачные базы данных давайте-ка попробуем на них посмотреть поподробнее есть очень простая база sales вот она там какие-то продажи какие-то клиенты какие-то продавцы подключусь к этой базе и посмотрю ее содержимое давайте представим что подключается какой-нибудь сотрудник службы поддержки и так в менеджмент студии я подключаюсь к своему облачному сервису вот некий сотрудник поддержки евгений онегин отключаются и желает оказать поддержку клиенту у которого там надо карту заблокировать или разблокировать или что-нибудь еще сделать евгений онегин видит что в базе данных sales имеется табличка клиенты и он хочет на нее просто посмотреть простым способом делаем select из этой таблички и что мы видим а мы видим все содержимое в чистом виде вот персональные данные всякие секреты типа номера кредитки почему потому что во первых маскировкой данных мы сейчас не заботились а во вторых этот пользователь евгений один воображаемый имеет право на чтение из таблицы иначе у него бы select не сработал кстати вот эти два новых механизма которые мы последнее время обсуждаем это raw level security подстрочная защита доступа и маскировка данных они эти механизмы сами по себе для пользователя не блокирующие то есть они не выводят сообщение об ошибке что мы у вас нету разрешения на просмотр этого нет они выполняют запрос но просто либо показывают вам меньше строк как делает ролл его security либо как технология маскировки данных показывают вам все строки вот столько сколько есть но немножко замаскированные сейчас маскировка была не настроена и я увидел естественно все содержимое таблицы давайте-ка теперь попробуем данные наши замаскировать в азуре это делается очень просто смотрите я захожу в базу который собирается замаскировать и конкретно в настройки безопасности и внизу смотрите маскировка данных вот она в последней версии облачной платформы сикл север маскировка данных присутствует если у вас она ваших базах не присутствует обновить это последней версии в азуре и она у вас тут появится давайте маскировку данных включим включаем и после этого у нас появляется возможность добавить маску вот кнопочка с плюсиком и видеть какие маски уже есть пока масок нету а мы добавим что мы хотим маскировать нажимаем плюсик в первой версии которая появилась в азуре было немножко посложнее можно было выбрать режим маскировки по названию колонки в таблице или по названию колонки в инструкции select теперь все это упростили сделали прям совсем просто чтобы можно было пользоваться легко как как услугой и так я хочу замаскировать таблицу с клиентами и конкретно представляет в ней секрет скажем кредитка у нас есть выбор столбца и выбор способа маскировки способ маскировки способ маскировки здесь немного и они все кроме в общем-то одного решают какую-то свою конкретную задачу вот специально видите функция придумана для маскировки номер кредитки она оставляет последние четыре цифры специальная функция которая маскирует электропочту оставляет первую букву и домен первого уровня ну раз уж для кредитки есть специальная функция давайте выберем ее у нас списке масок смотрите появилась у меня одна маска вот она она маскирует колонку с кредиткой так давайте еще что-нибудь добавим еще у таблицы с клиентами есть колонка с электропочтой электроадрес тоже допустим представляет персональную информацию которую мы хотим скрыть и для электропочты опять же есть специальная функция ну что ж неплохо так готова и не забудьте нажать кнопочку с дискеткой сохранить сохраняем и посмотрим изменилось ли что-нибудь у нашего пользователя наш пользователь в которой до текущего момента видел все подробности вот он теперь запускает снова селект и смотрите как все поменялось электропочта теперь замаскирована кредитка теперь замаскирована и что прекрасно для того чтобы это заработало мне не пришлось переписывать приложение вносить какие-то правки в селекты все селекты работают также возвращают данные того же типа приложение никакого подвоха не заподозрит просто содержимое немножко искажено и включается это мгновенно и очень просто давайте еще что-нибудь замаскируем чтобы проверить как у нас остальные функции работают там же еще другие функции есть чтобы нам еще тут такое у этих клиентов замаскировать ну допустим телефон тоже показывать телефон не хотим для телефона специальной функции нету ну в этом случае как можно поступить можно просто забивать все каким-то эффективным значением 0 0 0 0 например или просто новым или там каким-то еще явно фальшивом значениям а можно сконструировать свою собственную функцию вообще любую функцию мы написать не можем мы можем лишь параметризовать существующие функции обычно строки удобно маскировать таким вот образом указать сколько оставить незамаскированных символов в начале ну давайте в номере телефона чтобы был виден там код города оставим 4 допустим цифры и последние ну допустим две цифры оставим а все что между ними мы заполним какими-нибудь символами чтобы было видно что это все-таки маскировка лучше наверное число не выбирать а выбрать какой-нибудь там x или знак вопроса не забудьте сохранить надо в азуре дело и посмотрим телефон вот телефон действительно замаскирован вот так но правда как-то получилось не очень красиво наверное по-хорошему надо было этих иксов там побольше напихать ну маску всегда можно отредактировать нормально или вот так смотрим да теперь стало наверное получше давайте еще снилс замаскируем снилс это что же важно у американцев у них есть такой универсальный ссн и для этого страхового номера есть специальная специальная функция а у нас его заменяет наверное снилс снилс он лучше номера паспорта потому что снилс можно получить сразу при рождении не ждать пока паспорт выдадут и еще снилс не меняется в течение всей жизни вот так что это хорошая такая идея для идентификации пользователя и может быть действительно надо его скрывать тип данных не очень удобный я выбрал для снилса это чар а мог бы я вообще еще менее удобный тип данных выбрать кстати там какой-нибудь xml или пространственные векторные данные или и сколь вариант не все функции подходят ко всем типам данных конечно же вот сейчас я вижу что для чара я могу выбрать только одну функцию значение по умолчанию давайте посмотрим к чему это приведет и так до сего момента онегин снилс видел неплохо а теперь вот так вот совсем этот снилс исчез что показывает некоторую негибкость сразу можно заметить что нельзя писать пользовательские функции и настраивать существующие функции вы можете только вот в тех пределах которых они настраиваются на слайде я нарисовал еще тут супермена который представляет образ благородного администратора которому нужно все таки видеть оригинальные данные как быть с таким суперменом как его создать но тут есть два варианта можно быть администратором и тогда маскировка на вас не действует а можно какого-то пользователя включить в список тех которые всегда будут видеть незамаскированные данные то есть вот тут вот можно перечислить пользователей на которых маскировка не подействует учтите что пользователь который здесь в этом списке будет упомянут получит доступ к незамаскированной всей базе то есть нельзя отдельно по сказать что эту табличку продолжаем маскировать эту раз маскируем нет он всю базу увидит в размаскированном виде ну давайте чтобы это проверить я подключусь к этой же базе администратором вот подключается сюда же администратор который является естественно администратором и этот администратор в этой же самой базе точно такой же выполняет select спрашивает покажи мне всех клиентов и что же он видит а он видит данные не замаскированные вот так вот ну что же работает и это очень хорошо обратите еще раз внимание на достоинство такой вот маскировки данных ее можно применить к любой базе к любой табличке к любому запросу то есть не нужно не предлог не приложение переписывать не искать запросы как-то изменять видеть один и тот же запрос возвращает столько же колонок столько же строк и данные того же в общем то типа но в некоторых случаях замаскированные а в некоторых случаях не замаскированные и еще конечно радует то удобство включения вот этой технологии замечательной я всего то тут да практически я никаких решений ты не принимал интеллектуальных выбирал просто колоночки и все еще легче работать с маскировкой данных в новом портале я сейчас вы наверное заметили в старом азуровском портале работаю а если бы я подключился в портал с новым интерфейсом то там еще все проще и веселее захожу я в базы данных захожу я в базы данных своим захожу в базу sales тут тоже много всего и среди вот этого всего внизу есть меню безопасность и там маскировка данных захожу в маскировку данных а здесь а здесь я вижу свои все маски и еще смотрите что я вижу я вижу даже советы каким-то образом волшебным азур понимает что можно что имеет смысл маскировать что может быть нет и сама советует вам вот в этой таблице замаскировать вот этот столбец это будет наверное еще более впечатляюще если я предварительно маскировку данных отключу смотрите я переключаюсь обратно в старый портал решила допустим что маскировка данных не нужно можно вот эти вот маски по удалять ненужные удаляем удаляем а можно их не удалять а просто одним кликом взять да и отключить маскировку данных и все у вас тут же заработают у ваших пользователей select и в нормальном виде вот онегин снова делает select и видит опять данные правильные здорово а сейчас я это сделал для того чтобы посмотреть как новый портал посоветует мне что маскировать и что нет так захожу я значит снова на базы данных выбираю базу данных с продажами выбираю меню безопасность и вот динамическая маскировка данных кликаем и смотрите вот даже думать ни о чем не надо вот пожалуйста азур сам подсказывает мне в каких таблицах какие колонки нуждаются в маскировке он увидел что а там какая-то электропочта причем обратите внимание у меня по-русски названные колонки то есть не e-mail не фон как можно было бы предположить по названием он бы посмотрел и посоветовал мне нет он интеллектуально это как-то анализирует и я вижу что да это советы обоснованные электропочту замаскируем телефон и кредитку вот система сама подобрала функции правда с кредиткой она ошиблась потому что она кредитку решила всю затереть они не применить специальную функцию но все равно видите она пытается как-то осмысленно эти функции мне советовать адрес электропочты нормально замаскировался и нажимаю сохранить вот собственно и все все готово можно пользоваться и маскировка данных теперь у меня в азуре снова работает онегин снова запускает этот select и видит что да опять замаскирована кредитка видите маскируется теперь другой функции по-другому ну что же в облачной платформе как видите работает это здорово и совершенно не сложно но это если у вас база уже в облаке тогда вы можете обновить движок до последней версии если еще не обновили и у вас появятся вот эти кнопочки которые я тут сейчас показывал если же вы используете приземленную версию сиквел севера а скорее всего так и есть то в 2016 версии такой же маскирование данных работает это та же самая технология те же самые функции те же самые возможности и по-прежнему также декларативным образом это включается и выключается давайте попробуем это сделать я переключусь на приземленную версию сиквел севера это 2016 версия в более ранних версиях такой технологии нету и подключусь двумя пользователями во-первых пользователь федор самородов это администратор то есть он должен видеть незамаскированные данные и еще там есть евгений онегин это обычный пользователь у которого просто есть права на чтение из таблиц пока у меня технология маскировки данных не включена естественно все эти пользователи видят одно и то же а табличка с клиентами в этих базах такая же и в облачной и в приземленной давайте я посмотрю на нее да видите там тоже самое решил я что скажем электропочту нельзя показывать простым смертным хочу эту колонку замаскировать нужно подумать о двух вещах точнее нужно две вещи сделать во первых первым делом нужно добавить маску колонки добавляется она очень простым декларативным способом через alter column говорю что я хочу эту табличку структурно как-то поменять а конкретно alter column изменить колонку с электропостой дальше обратите внимание на порядок атрибутов сначала мы пишем тип данных но тип данных менять я не хочу по-прежнему будет анвар чар 100 у меня тип данных такой и был вот он анвар чар 100 еще обычно мы указываем ну или не ну допустим not ну а маску маску мы указываем между типом данных и вот этим ну вам и не ну вам если хотите замаскировать то модификатор маскид вы и выберите функцию из имеющихся из имеющихся четырех пока по крайней мере их 4 для электропочты есть отдельная функция функция в функция пишется вот так вот название функции и если у нее есть параметры но например сколько символов оставить открытыми в начале в конце и чем заполнить середину то тогда в скобочках эти параметры можно указать а у меня функции email без каких-либо параметров поэтому вот так вот напишем так все готово запускаем email недопустимая функция какая же недопустимая когда она допустимая пробел не надо перед скобочками писать готова все после этого должно все сразу заработать как-то специально включать маскировку данных не надо проверим вот здесь федор самородов администратор смотрел на данные и электропочту он видит так же как и раньше а вот в этом подключении сидит евгений онегин который решил посмотреть тоже на список клиентов и что же он видит а он смотрите видит электропочту замаскированную вот работает как видите точно так же выбираем функцию и вперед но я сказал что нужно сделать два действия первое действие это указать какие колонки и как вы хотите маскировать вот я это сделал а второе что а второе вы должны определить каким пользователем применять маскировку каким нет это сделано при помощи стандартной инструкции грант добавлено специальное разрешение которое кстати применяется к базе допустим мы решили что онегин все-таки достоин видеть оригинальные данные надо гарантовать ему специальное разрешение on mask раз маскировка вот этому и где они не обратите внимание я не указываю здесь таблицы или колонки это разрешение выдается на всю базу и теперь онегин такой же запускает select и смотрите все видят вот такие дела так что как видите работает точно так же как в облаке но микрософт нам на самом деле не все такое обещала микрософт же говорил что с 2016 версии теперь подход к разработке сиквел сервера и ко многим другим продуктам у микрософта cloud first как они сами говорят то есть сначала новые механизмы обкатывают и внедряют в облаке и потом только они попадают в приземленную версию ну а через некоторое время у большинства продуктов и приземленной версии не останется будет только облако вот такая вот маскировка что еще имеет смысл продумать прежде чем этой технологии пользоваться ну во-первых самое главное зачем вообще вы эту технологию применяете если для тех двух случаев которые я описал то правильно все делаете и надо делать вот так как я показывал если же вы рассматриваете эту технологию не как способ прогнуться под законодательство или упростить написание софта который показывает сотрудникам службы поддержки неполные номера кредиток а если вы это рассматривать именно как защитную технологию то тогда возможно надо что-то подумать придумать более интересное потому что здесь как видите все довольно простенько управление не очень-то гибкая то есть либо все размаскировать либо все замаскировать и своих функций писать нельзя и еще если посмотреть что там у конкурентов то мы увидим что microsoft сделал самую вообще простую систему во первых маскировка бывает не только динамическая у microsoft этой технологии называется dynamic data masking динамическая маскировка данных а бывает еще статическая в чем здесь смысл при динамической маскировки которые мы сейчас видели сами оригинальные данные в базе не меняются никуда они там не пропадают как хранились номера кредиток так они хранятся а маскировка сама происходит в момент выполнения запроса сервер видит конечно на диске настоящие данные но по некоторым запросам показывает их по некоторым не показывает то есть маскировка производится динамически ну или как бы на лету в большинстве случаев это конечно хорошо это лучше потому что вам не нужно никак заморачиваться с модификации базы с приложениями все прозрачно и эту систему очень просто поддерживать вы просто видите политики маскировки эти фильтры и все но иногда бывает удобно маскировать данные статически microsoft так не умеет статическая маскировка эта маскировка прямо в механизме хранения то есть вы либо создаете копию базы либо копию колонок табличек в которых в этих копиях данные испорчены и хранятся в таком вот уже испорченном виде поэтому никакая некие функции никакой никакого вмешательства обработку запросов в общем то не требуется но требуется поддерживать вот эту копию эти скопированные базы или колонки этим часто пользуются когда нужно например для разработчиков создать тестовую версию базы чтобы они на ней что-то тестировали и неплохо если этот тестовая база замаскирована у большинства производителей с убд и всяких систем для обработки данных статическая маскировка данных присутствует и она сделана круто то есть не нужно самостоятельно особо много программировать тоже более-менее так просто декларативно это все делается и динамическая маскировка тоже у большинства производителей кто этим озадачился она сделана покруче ну например там есть возможность написания своих функций вот если вас серьезно интересовала маскировка посмотрите как это сделано у информатики информатика специализируется на всяких трансформациях данных преобразованиях и всяких хитроумных высокоуровневых операциях с ними и его там есть и статическая динамическая маскировка это и другое сделано интересно например может быть вас не устроит стандартная функция маскировки кредитки вам нужно допустим не не просто сотруднику поддержки показывать последние цифры а нужно скажем для тестирования или для какой-нибудь там еще какой-нибудь отчетности надо портить эти номера кредиток но портить хитроумно так чтобы будучи испорченной или там зашифрованной эта кредитка оставалась такого же типа данных есть специальные алгоритмы шифрования которые сохраняют формат например если на вход такого алгоритма вы подаете имя фамилию человека на русском языке и этот человек мужчина то эта функция шифрует имя фамилию в тоже в имя фамилию на русском языке и тоже мужскую вот такая бывает хитроумная маскировка ну еще стоит подумать а как быть со всякими сложными типами данных microsoft их маскируют просто нулами заменяет например ну или какими-нибудь значениями по умолчанию одинаковыми а если маскировка вот этих медиа данных или там каких-то xml документов или еще что-то чего-то хитроумного если вот это как раз важная часть бизнес-логики вашего приложения то тогда может быть вам возможностей которые сейчас в сиквел сервере появились и не хватит и придется что-то выдумывать свое особенное ну может быть в один из следующих наших вебинаров мы эту вопрос эту проблему затронем и обсудим как это делать правильно пока же давайте я напомню главное что появилась в облачной платформе microsoft а и что в приземленной версии 2016 сиквел сервера у нас по части маскировки в первую очередь сфокусироваться рекомендую вам на приятных особенностях этой маскировки воспринимайте ее не как защиту а то иначе вы найдете там массу уязвимостей проблем и будете расстраиваться воспринимаете это как такую такую такой сервис некую дополнительную функциональность которая позволит вам сэкономить ресурсы на написании той же самой бизнес-логики в программных модулях или в приложениях что будет сложнее дороже и т.д. ну и конечно приятно что маскировка данных включается вот так вот просто чисто декларативно вы указываете что маскировать что не маскировать ну а в будущих версиях может быть сделают это еще круче какие-нибудь там придумают политики которые можно включать и включать и каждая политика будет разный набор функций применять к разным колонкам ну по крайней мере напрашивается такое решение а может быть и не сделать microsoft такого никогда и придется вам писать такую маскировку программно если вы маскировку данных уже используете пожалуйста в комментариях к этому ролику на ютюбе расскажите что и как вы маскируете какие технологии используйте какие хитрые приемчики и как ваши данные выглядят после маскировки покажите нам всем будет интересно посмотреть ну что же технология как видите не сложная в использовании даже тривиальная совершенно поэтому наверное давайте закругляться и это наша не последняя встреча посвященная всяким хитроумным механизмам постройки защиты данных помимо raw level security и дата маскинга есть еще в мире баз данных масса интересного что реализуется посложнее и требует более серьезного этапа планирования вот в частности про мандатную систему поговорим про доступ по меткам тоже наверное будет интересно так что оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал на ютюбе добавляйте меня в друзья если вам нужны примеры из этой из этого ролика или презентации то как обычно пишите мне на электропочту я все пришлю ну что ж друзья спасибо за внимание буду ждать ваших комментариев до новых встреч приходите к нам учиться в учебный центр специалист увидимся пока